И снова здравствуйте, дорогие телезрители! Мы уже вновь в студии, но в студии я уже постараюсь традиции не один сегодня в качестве специально приглашенных гостей. У меня Руслан Айбазов, директор Центра развития профессиональной компетенции, и Медина Боташева, представитель региональной молодежной организации «Ассалан» и руководитель проекта, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Медина, давайте начнем с вас. Вы являетесь руководителем этого проекта, расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем. Да, конечно, с удовольствием. Доброе утро! Наверное, я расскажу о том, как мы вообще пришли к такой идее, решили написать данный проект. В своей работе с волонтерами, добровольцами часто сталкиваются с такой проблемой, что ребята молодого поколения, школьники, студенты сталкиваются с такой проблемой, что не могут трудоустроиться. Они не знают своих прав, не знают условия труда, которые для них необходимы, не могут найти работу подходящую для их возраста и тех знаний, которые имеются у них на этот момент. И считали эту проблему актуальной. Мы как не раз сталкивались. Вот так вот, собственно, возникла идея возникновения данного проекта. И решили о том, что помимо того, что у нас будет информационная программа, в данном направлении еще хотим создать именно союз трудящихся, чтобы это была такая поддержка для нашей молодежи, куда бы они могли обратиться по разным вопросам. Как раз был конкурс «Движение первых», первый в этом году. И мы приняли участие в нем. Вы сказали, что вы часто сталкивались с этой проблемой. Приведите, пожалуйста, пример. Я так понимаю, среди ваших волонтеров тоже очень много молодых ребят. Возможно, они стали той самой причиной, первым толчком. Да, именно они и стали. То есть часто было такое, что ребята обращались с такой проблемой, что они хотят трудоустроиться на период каникул, допустим. Или же есть в этом какая-то необходимость. Или уже столкнулись с тем, что они работали, и работодатель поступил с ними не очень добросовестно. То есть в силу того, что они не знали своих прав. Где-то им рабочее время было слишком длительное, либо зарплату урезали или еще что-то. И именно благодаря им, собственно, и возникла эта идея проекта. То есть мы поняли, что это актуально и важно. Плюс Руслан также работал юристом. Он имеет опыт и в своей организации тоже работают в данном направлении. Соответственно, мы тоже его пригласили как эксперта данного проекта. Руслан получается куратор информационно-правовой части вашего проекта. То есть вы будете не только рассказывать, но и проводить непосредственно время самими ребятами? Да, и не только я. Будут еще и привлеченные, конечно, эксперты. Действительно, ребята, которые уже имеют право трудоустроиться, это от 14 лет, у них ни по школьной программе, ни по каких-то там дополнительных факультативах, к сожалению, нет того, чтобы была некая такая образовательная программа, образовательный блок для того, чтобы их научить трудовому законодательству, как трудоустроиться, свои права и обязанности, как вообще пройти собеседование и тому подобное. И получается, ребята, имея права, не знают, как ими воспользоваться. И воспользоваться так, чтобы потом не было таких случаев, что они не обговорили какую-то там обговоренную заработную плату, что у них ненормированный рабочий день и так далее. И специфика региона такова, что у нас очень много цеховиков и, к сожалению, бывают такие случаи, когда ребенок устраивается работать в цех и при этом его штрафуют за то, что там он допустил брак в производстве. Этот штраф тоже не был изначально обговорен и тому подобное. То есть таких вот нюансов на производстве, на работе очень много. И наша цель, наша задача вот в рамках этого проекта и меня как эксперта подготовить ребят к такой вот трудовой деятельности для того, чтобы они завтра могли уже прийти на работу и уверенно, в принципе, работать и заработать какие-то деньжата себе, я не знаю, на одежду, на школу и так далее. Вот у меня такой вопрос к вам, Руслан, опять. Приводя примеры, ваши примеры, они достаточно локальные, тематические, но очень близкие, наверное, подросткам Корчево-Черкесской республики. Про ЦХ так это точно. Вот. Получается, все-таки к вам обращаются по этому вопросу, как к эксперту? Да. Если просто сегодня прийти в школу и поговорить с ребятами, вы услышите очень много примеров недобросовестного отношения работодателя к своим вот таким вот молодым специалистам. К сожалению, эта проблема есть, она существует. Это не только даже в ЦХ, но и на других направлениях. То есть работодатель пользуется тем, что вот молодой человек, как бы он первый раз пришел, первый раз устроился, и можно условно ущемлять его права и свободы. Есть еще и другое направление. То есть молодой человек, он и не знает, как должен себя вести на работе. То есть если у него есть график, что он не может покинуть самовольно и куда-то уйти. Это тоже другая сторона медали. В общем, у нас получается то, что молодой человек, в принципе, не готов к труду. Есть еще и психологические проблемы, которые также в рамках моей организации будем работать, привлекать экспертов. Просто он хочет работать, он готов, у него есть силы, энергия, желание, но есть страх, естественно, есть страх. Как прийти в собеседование, как прийти к какому-то важному бизнесмену, поговорить с ним, как представить себя, ну и тому подобное. Это все, это такой комплекс проблем, которые нужно решать, которые нужно подготавливать ребят для того, чтобы они могли с этим справиться и более уверенно выйти уже на работу. Более того, в рамках проекта также предусмотрена симуляционная игра, где будет некая такая симуляция, то есть у каждого из ребят будет роль. Кто-то будет начальником, кто-то будет приходить туда устраиваться и так далее. И таким образом эта симуляция позволит им на практике пройти все вот эти этапы трудностей и возможные конфликтные ситуации, пережить их и научиться. И после этого, уже придя на работу, они в принципе будут сталкиваться с нечто аналогичным и уже будут иметь те инструменты и рычаги, которые позволят им правильно себя повести и правильно выйти из той или иной ситуации. Вот такой вот комплекс. То есть вы будете создавать для них искусственные проблемы? Искусственные проблемы, будем создавать для них отношения, сама симуляционная игра так и называется, менеджер среднего звена, то есть отношение того, что он подчиненный, он подчиненный, но при этом у него есть подчиненные и так далее. То есть вот эта вот структура, как нужно себя вести в коллективе, это конфликтология, это командообразование, это лидерство, то есть вот эти вот все навыки, они будут развиваться для того, чтобы подготовить молодого человека к труду, на который он уже имеет право, если ему уже 14 лет и он получил паспорт. На самом деле ваша идея и ваш проект мне очень импонирует. Возможно, в прошлом, лет так много назад, у меня были наставники, которые бы научили меня тому, что вот если ты идешь работать, заключать договор, это совершенно нормально, потому что в этом договоре будет прописано, на что ты имеешь права, какие у тебя обязанности. И я бы более прозрачно понимал свою работу и что мне нужно делать на этой работе. Расскажите, пожалуйста, Мейдина, сколько участников вы пока предполагаете в рамках реализации своего проекта? Ну смотрите, у нас несколько этапов проекта, да, это будет информационная программа, далее мы в 19 школах и 5 колледжах будем проводить мероприятия, которые озвучил ранее Руслан. То есть это будет ни одно, ни два мероприятия, это будет целый комплекс с несколькими экспертами, потому что тут и работа психолога, и юриста, и ораторства, то есть все моменты, которые важно проработать и донести эту информацию. И мы будем учить ребят не только их правам, но и их обязанностям, это тоже важные моменты. И плюс мы же также будем создавать союз молодых трудящихся, то есть это уже будет такая некая ассоциация молодых ребят, которые готовы делиться собственным опытом, в которых есть эксперты, профессионалы, которые будут их обучать чему-то. То есть любой желающий может позвонить, узнать, проконсультироваться, и естественно это все будет бесплатно для него. То это вот как один из основных итогов данного проекта будет. Возрастной контингент ваших участников от 14 до 18 лет, правильно? Да, от 14 до 18 лет. И в общем по проекту охват получается 900 человек. То есть 900 ребят пройдут те или иные этапы обучения. А из них 600 ребят, они уже войдут в ИСАМ, союз молодых трудящихся, правовой щит, да? Да, правовой щит. И еще одним интересным и важным аспектом является то, что в рамках мероприятия будут привлечены ребята, вот как вы, да, которые уже где-то в молодом возрасте работали, уже имеют некий опыт, и они могут поделиться. Это уже, это такой вот метод, когда лектор выступает как равный равному. То есть такой же молодой человек, пусть чуть постарше, там 18-20 лет, но уже имеет хороший багаж опыта. То есть он работал там в 15 разных местах, да, это там общепит, это цеха, это торговля и так далее. И уже, как бы, ну, такие дель-демо выступления у нас были, и действительно мы видели, что ребятам очень нравится, когда вот приходят молодые человек и говорят, что я работал там, там, там. Могу сказать, что вот этот хороший цех, вот этот не очень, а здесь не сильно удержали заработную плату и так далее. И пропорционально мы видим, насколько больше уже молодых ребят хотят туда устроиться. Они понимают, что вот эти вот страхи, которые у них были, они слишком завышены. И сейчас они уже, ну, ну, мы уже, да, предполагаем, что пройдя вот этот курс, процент их увеличится. И это благотворно отразится не только на самих ребят, но и в целом для республики нашей. Вот вы сказали, что будут спикеры, которым самим 19-20 лет, а у меня вот другой вопрос. Где это могут найти? Потому что в 19-20, поверьте мне и моему личному опыту, есть люди, которые не до конца понимают, какие они права имеют. Так уж сложилось, что менталитет нашей республики таков. К своим обязанностям большинство относятся, ну, дотошно, потому что это его лицо, это вот то, как его будет воспринимать окружение. Порой многие готовы даже сами уступить, если дело касается их прав. Вот. Где-то в социальных сетях, интернете они могут, вот ребята, которые старше 18 лет, лет найти информацию про ваши курсы, мероприятия, лекции, возможно, будете публиковать какие-то. Да, конечно же. Извините, я, наверное, да, отвечу. У нас есть группа ВКонтакте, также по названию, региональная молодежная общественная организация «Асалан». Даже можно просто «Асалан» набрать, куда мы будем всю информацию публиковать, где мы будем делиться и контактами, и какими-то полезными ссылками, ресурсами, которые можно использовать. Ну, и плюс могут писать напрямую, если есть какие-то личные вопросы, мы уже свяжем их с тем или иным экспертом, который может оказать им помощь в данном вопросе. И по поводу того, что не все знают свои права, к сожалению, и в 30, и в 40, и в 50 есть люди, которые полноценно не знают своих прав. Поэтому, да, мы считаем, что это актуально и важно, в принципе, в любом возрасте. У нас нет такого, что если у нас в рамках проекта мы оказываем помощь от 14 до 18, то другим людям мы не будем помогать. Нет, конечно, всем желающим. Эта проблема даже у взрослых имеется. Больше половины людей при трудоустройстве стесняются спросить, какая у них будет заработная плата. Казалось бы, главный, основной вопрос, почему человек устраивается. Даже вот такой вот, казалось бы, элементарный вопрос для многих, это как стеснение, неудобство и тому подобное. Этот курс был бы полезен и для взрослых, но мы его проводим для наших молодых ребят. Наверное, это правильно начать с ребят. Ну и, возможно, кто знает, вдруг после реализации вашего проекта очередь дойдет и до тех, кто сейчас работает и не совсем понимает, какую зарплату получат в конце месяца. Есть, к сожалению, такие. И в конце нашей с вами беседы хочу попросить вас обратиться к нашим уважаемым телезрителям и пожелать что-нибудь к сегодняшнему утру. Возможно, как раз таки призвать их участвовать в вашем проекте. Ну, во-первых, хотелось бы пожелать всем продуктивного дня. И если вас заинтересовала данная тематика, вы хотите знать о своих правах и обязанностях, хотите оказывать качественно свои услуги и делать свою работу, то вы можете присоединиться к нашему проекту, участвовать в нем и развиваться в данном направлении. Действительно, сегодня, в 21 веке, очень много интересных профессий. Надо не бояться учиться новому, нужно не бояться низкой самооценки. Все всем, в принципе, доступно. Много разных ресурсов, много разных направлений, много проектов, которые позволяют обрести ту иную профессию и так далее. Учитесь, познавайте и будьте успешными. Большое спасибо, Медина, Руслан. Медина тебе в первую очередь за то, что обратила внимание на проблему, которая благополучно игнорировалась долгое время. Это как когда думаешь о том, что жалко в мое время не было такого, да? Да, я полностью с этим согласен. Вам, Руслан, большое спасибо, что поверили в этот проект, вызвались помочь. И очень надеюсь, что путем реализации вашего проекта неподготовленных, незащищенных работников, которые еще не совсем-то, если честно, с 14 лет, ну еще, если честно, дети, готовы. Ваша поддержка, ваша помощь, наставления, они, конечно же, бесценны. Желаю вам удачи в реализации вашего проекта. А вам, дорогие телезрители, еще раз хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях обладатели грантового проекта, который будет реализовываться на территории нашей республики. На минуточку сразу напомню, что участвовать смогут целых 900 участников. Руслан Айбадов, идея пришла Мединне Боташевой, представителю оригинальной молодежной организации «Ас-Салан». А ее сегодня в нашей студии сопровождает Руслан Айбадов, директор Центра развития профессиональной компетенции. Еще раз большое вам спасибо. Вам, дорогие телезрители, следите за новостями. Смотрите «Архэс-24». Скорее всего, мы наведаемся в гости, узнаем, получилось, не получилось. А вообще, предлагаю собраться в конце, когда уже реализуете проект, у нас в студии и рассказать об итогах. Ну, а прямо сейчас, конечно же, не переключайтесь, потому что впереди мы для вас подготовили еще очень много интересного. К примеру, наша следующая рубрика.